В общем, всем привет, мои хорошие, мои любимые. Сегодня такое видео не совсем, может быть, оно позитивное в плане рассказа, потому что рассказ будет серьезным и откровенным. Мама хочет рассказать ту тайну, запекеварю, которую все спрашивали зрители. Я, конечно, против, мама, чтобы ты рассказывала, потому что ты знаешь, что потом начнут писать. Так, во-первых, всем здравствуйте, я расскажу. А почему я расскажу? Потому что, Самарчик, ты всем людям все передаешь, все рассказываешь. Ты должен говорить правду. Тебе люди денежки посылают, тебе посылочки высылают, поздравлений сколько. И не только тебе, и маме, и твоим коллегам. Всем подряд, всем хорошим людям тоже высылают. Вон, цветы у меня стоят. Мне просто жалко, что я буду их скоро выбрасывать. Мне так их жалко. Они очень дорогие, эти розы. Ириночка, Олекса, я вас прошу, не берите такие большие букеты. Мне жалко. Я до сих пор их держу, но они уже начали. Лучше цепочку, да, или кулончик какой-то, да? Да, да, да. Вот она, вот. Лучше кулончик какой-то вместо цветов, да, вдобавок? Ну, чем цветы выбрасывать, да? Ну, ты шо, такие у нас в Днепре, я не знаю, это что же с Днепра. А набирали же здесь, это как минимум, это самое большое 50 рублей роза. А их 101 роза была. Вы представляете, я целый вечер сидела. Лучше что-то взамен, да, такое, что тебе останется. Да, да, что мне останется, мне жалко выбрасывать. И такие деньги. Вы чеки с тережки золотые маленькие, да? Ну, то шо я буду указывать женщине, я просто говорю, мне жалко, что на сколько денег тратят. Нет, не указывать, просто ввесить. Ну, да, ну, да, такие деньги вложить. И жалко, что я не буду. Все останется. Да, да, какая-то проблема. Ну, вы не об этом, мама. Да, мы не об этом будем. И Самуэлку букет. Спасибо, зайчик, тебе. Я знаю, что это ваш. Хотя было, сказали, аноним, никакой. Ну, кроме вас, такие букеты мне никто не дарил. В том числе и Самуэлечку. Розовые красивые, кремовые там в средине. А меня тёмная вишня и беленькие. Очень красивые. Мама, уже не надо так и рассказывать. И всё. Ничего, это всё нормально, что Бирочка знала. Жалко мне, ваше имя. Не, не за это. Я буду держать. За тюкью Валю расскажем. Так как тебе люди, люди все, люди все тебя смотрят. Ты всегда всю правду рассказывает. Посылочки шлют, денежки от них получает. Всё, понимаете? Надо говорить до конца правду. Будь честными. Всё. Мама Станна, я никогда не думала, что ты захочешь так и рассказать. Ну, это расскажу. Расскажу. Так, значит, было... Эту тайну знает только несколько человек. Я, мама, Ира. Радик, наверное. Не знаю, если ты это не знаешь. Радик знает, да. Знаешь, да? Да. Мама, Ира, я и покойный Серёга очень. Да, да. Это все, кто оставишь живые, кто знает. Да, да. Больше никто. Потому что это скрывалось очень тщательно. Да. Ну, сейчас мы будем, буду я рассказывать, как и что. Короче, жила я с родителями в селе. С родителями жила. Вот. В это время, было зимнее время, папа мой пошёл копать картошку. Взял ядро, пошёл копать картошку. Мамка, бабушка Саммелкина пошла коровку доить. Она недавно там отелилась. Что-то она была у неё, корова. Не доношенный ребёнок этот, телёночек, 7-месячный. Взяла ведёрко, пошла доить корову. Ну, она ещё не отелилась, корова, по-моему. Я говорила, не отелилась. Она её начала доить преждевременно. Да, да, да. Телёночка ещё 7-месячная, бабушка доила корову. Да, бабушка уже начала доить. Да, подоила корову, наутро родился семейник, не доносила корову с перепугу. Да, да, да. Возили до бабки корову. Приходит авто. Помнишь, корову до бабки возили? Да, да. Чтоб выливали переляк корову. Да, да, испугала кто-то, наверное. Ну, бабушка испугала, потому что доить стала 7-месячную корову. Она ещё не родила. Да, да. Она должна родить, потом доиться. Бабушка начала родить, когда 7 месяцев была. Это всё прошло. Наутро приходит автобус с Мелитополя. Валя у нас ходил через наше село, автобус трежды в день. Приезжает тётя Валя. Приезжает тётя Валя. Она тоже кидается что-нибудь помогать, что-нибудь делать. Старается там. Что я не успела, она поможет. Потому что у меня тоже тройка детей, пока с ними проволадаются. Она детей не была у неё, да? Да, да. Она не была. Что-то не приезжала то ли две. У неё не получалось. Да, да, у неё что-то не получалось. Да, что приехать. Каждую субботу она не могла приехать. Она работала на заводе. Там не так, что бросишь. Это не колхоз. Пошёл сегодня сапкой поработал, а завтра не пошёл. Это такое. Проходит номер. Там тоже надо выхода дни отдельно. Сколько за год надо выхода дни. Вот. А она приехала. И там что-то мы делали, делали. А вот ты расскажи о том, что она не могла забеременеть. Её не получалось. Да, да. Она загадала под Новый год. Под Новый год. Загадала желание, чтобы она забеременела. Её это как раз зима. Она родила, да. Январь месяц. Дедушка копал картошку. Да, да, да. И она на утро приехала. Да, на утро она приехала. Приехала, что там помогла, что сделать. И потом время прошло. Я уже не помню, Самылка, мы обедать сели или не обедали. Наверное, пообедали. И тетя Валя потом ушла. Ушла, я поняла, что она пошла в туалет. А туалет, вы же сами знаете, стоит дом. Там, может быть, сараи, загашники всякие стоят. Курятники. Да, да. Инструменталки. Подвал. Всё. А там, значит, под горкой, на отшибе стоял туалет. Обыкновенный деревянный туалет. Сделана так. Сидушка такая. И всё. Нет и нету тети Вали. Нет и нету. Да, Господи, что она там провалилась. И что она там делает в этом туалете. Когда мы туда подошли все, я испугалась. Туалета нету. Место туалета. Вот такие, знаете, как лапы. Как вот показывали это. Показывают по телевизору, когда летающая тарелка прилетает. Садится. И остаются как следы. Остаются места. Туалета не было. Нету ни туалета, ничего. Остались как лапы. Знаете, как курьи ножки. А то избушка стоит на курьих ножках. Такие это. Остались одни лапки вот эти. И до свидания. И нету. Нету, 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 нету. Боже мой. Да что такое? Нету. Ужас один. Никаких сообщений. Ничего. Завод тоже волнуется. Телефон от завода был. Телефон они мастерили. Такого не было. В конторе. Переживают. Только надо идти в бухгалтерию. Там, где обыкновенный вот такой телефон. Сейчас вот эти сотовые. Это даже простой. Как он называется? Ну, стационарный. Стационарный, да. Телефон. Только туда. Начала я это самое. Телефон-то был. Вот, номер. Начали. И мне звонят, что такое. Знали, куда она уехала. Не передают девчата, который рассылной в конторе был. Специально человек ходит. Что так и так уже сообщение. С Мелитополя вам звонки. Завод так-то сетей снимает. Да, где-то эта женщина стоит в станок. Она не работает. Ничего не сказала. Ничего. И когда проходит время. Проходит 9 месяцев. Раз пошли. Один раз посмотрели. Ничего нету. Обратно эти лапки. Стоит тетя Валя. И с ребенком на руках. Мальчик. С ребенком на руках. Она, значит, родила мальчика. Это был мой племянник Олежка. И она с ним приехала сюда. Прилетела. Ее сюда привезли. Ну и начали мы расспрашивать. Какая жизнь. Немножко она рассказала. Что живут они. Как другое измерение. Сказать. Вот так вот. Они находятся там. Чем они там занимаются. Что там другая жизнь. И работа есть. И огороды есть. И сады разводят. Все. Только совсем другие фрукты. Другие животные. По-другому они выглядели. Не так, как у нас. Не так, как у нас. А все по-другому. Вот именно так. Все по-другому. Нам, конечно, интересно. Посадились. Пораскрывали рты. Слушаем все. Что она рассказывает. Вот. Она побыла. Побыла. Она разом несколько. Тоже туда летала. Тоже туда ее. Прилетали. Видно. Договаривались. Как-то что-то. Я не знаю. Но что обратно она исчезала. Через время. Опять глянем. Тетя Вали нет. Опять глянем. Сестры моей нет. Ни ее. Ни мальчика этого нет. И так у них продолжалось. Долго. 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 Она видно там кого-то нашла. Да. 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 Помимо этого. А кем она рассказывала. Она работала. Вот этот инопланетянин. Ой. Где-то он. Как это. Космическое. Как-то называется. Что-то министерство инопланетных. Да. Где инопланетяне. Министерство такое. Он там работал. Этот ее человек. Который от него она родила. И он там работал. Вот. И она там тоже была. Пристроилась. Этого ребенка смотрела. Все. Потом проходит время. Проходит время. А как так получилось, что она перестала летать? Перестала летать. Я думаю, может быть, она уже умерла. Я так думаю. Я так думаю. Что может, она уже тогда умерла. Нету, нету, нету. Что мы тогда. Как мы как пошли. Да. Что мы были обнаружили. Не. Но она как перестала летать? Она же не до старости летала. Не до самой смерти. Ты говоришь, наверное, умерла. Она не до старости. Ты с ней жила, когда она умерла. Ну да. Она летала перед тем, как умирала? Ну да. Ее не было. Не было. Вот. А потом она умерла. Потом она умерла. Да. Мы же похоронили. Были. Мама ездила на могилку. Ездила я на могилку. И Олег умер. И Олег-то даже умер. Уже не было. Вот. Ну а когда я поехала была на могилку, когда все это прошло, глянули. У нее же была могилка. Там сделали памятник такой. Ну не мраморный, обыкновенный. Обыкновенный. Большинство людей. Фотографии. Все как надо. Ваза для цветов сделана. И убирала я ездила. Все нормально. Убирала я ездила. А один раз поехала. Нету могилки. Могилки нет. Не стало. Кто это? Наверное, полетила. Может, они там живут дольше. Может быть. Может, она улетела отсюда. Может быть, как говорится, с иного мира. Куда-то переселили ее. Я ж ничего не знаю. Осталась одна вот так дырка в земле. Я как провалилась сегодня. Как вот, знаете, бывает, что проваливается могила. Села земля. А то не памятника, ничего. Как выдал. И нету. Осталось только вот это. А Олега не забрали? Нет, Олег остался. Олег остался. Ну, потому что пыль. Да, да. Теперь что я? Я когда буду ездить, я буду ездить или там есть кто кому есть посмотреть, кому есть сказать. Ну, сын, слава Богу. Они нашли его. Да, да, да. Вот такая история. Не хотели, конечно, и не хотели, чтобы мама рассказывала. Потому что многие не поверят. Многие будут смеяться. Многие. Да, да. Что это самое. Так что такие. Вот такие пироги. Она говорила, что тебе там кого-то нашла было. Да, ну, что ты смеешься-то, надо туда перелетать. А как я вас брошу? Как бы я вас бросила? Это может, ты мне ногу сделаешь? Ага. Туда отправить. Боюсь. Боюсь. В такую брехуху там вылечит. Ой, что такие дела. Да, собачки, да. Все такие. Так что такая история. Да. Ой, господи, боже мой. А в селе не рассказывали никому, да? Нет. А кому же надо? Нет. Так что так вот. Такие дела, сынок. Было время. Было такое время. Жизни что не случается только. Так что такие пироги. Красиво тебе вот так спотой. Хорошо. Но если, допустим, волосы вообще в меня упадут после шестой химии, ему надо еще ниже заворачивать. Вот, ну, вот так вот. Ну, вообще-то так, наверное, так. Вот это прикрывать, тут же будут выглядывать. Ты же понимаешь, я же лежала с такими людьми, а у них оно, когда все полностью сброют, здесь как белая голова. А волосика почти совсем нет. Он белый. Я, допустим, сама черненькая, а голова белая получается. Понимаешь? Они же не седые у меня. Ты же видишь, это мои волосы. Ну, я не злоупотребляю краской. Вот. Потому что сейчас и нельзя. Вот. Ну, если я думаю, волосы не основное, я говорила тысячу раз повторяюсь, основное здоровье. Вот и так завязаться можно, и паричок подобрать надо, даже сейчас делать с натуральных волос парики. И очень красиво. Ладно, мамка, давай кушать, тебе надо наградоваться. Да, мне надо сейчас питаться. Так а что, тебе кубнику не стыдить? Мне зайчик купить надо. Я ж плохо хожу. Я бы пошла, если бы не вот этот замок. Уже посмотрим. Может, сынок приедет, мне поставит замок, краны сделает. Он соображает, айди-ка. Ты по другой отрасли, другой сынок по другой хорошо знает. Все мне подправить, что можно. Что подправить мамке. Я буду сама ходить. Я буду сама потихоньку. Мне тоже, понимаешь, сынок, правильно, который... Так, кстати, я дома. Хочешь и не... Да, зайчик. Мне женщина та сказала, которая мне первый раз пошла за сколько времени, она мне сказала, Татьяна Васильевна говорит, вам надо не брать так много, 5 килограмм, 6. То есть вы что, смеетесь, у вас ножка больная? Это неподъемный подваг этот получился у вас пакет. И капуста, вилоки там, что не было, и морковка, что не было, понимаешь? Вы, говорят, взяли одно. Вам надо там орешки или одна морковочка, или бутылочка подсолнышем масла, что-нибудь. И все. Вы прошлись и вещь купили. Завтра пришли, что-то другое. Правильно. Умная идея, я всегда говорю, умно. Когда мне умно учат. Но вот когда мне до этого было, если женщина слушает меня, пускай услышит, она как-то мне сказала, что на 5 лет меня старше. Если она начинает до меня звонок, откуда у нее телефоны, я не даю. Незнакомый надо было мне не брать. Я себя ругаю. Умные люди, проверенные нами люди, никогда постороннему человеку самвеловый телефон просили. Они не дали. Сказали, вы хотите? Пожалуйста, напишите, раз вы его подписчица. Если он согласен, даст телефон, пожалуйста. А чтобы просто давать всем подряд, нельзя. Потому что многих людей, негативных, больных, каких хотите, завистников, не пишите. Та женщина мне тоже начала. А у вас есть подруг? Есть. А что? А вам ничего не говорят. А что должны говорить? Да, мама. Представляешь, Савелка? Мне сказал и Савелка. Ложи трубку и никогда не выслушивай. У тебя сахар. Все. Хорошая женщина спросила, как ваше здоровье, Татьяна Васильевна? Первую очередь. Да, сказала, что мы вас любим и все. Да, да, да. А не такое говорит, что плохое у него трансляция. А почему у него прибавляется зрителей? А не то, что мама приехала, теперь у него меньше. Как это так? Как? Я и так больная сколько? Я не стараюсь туда ходить много. Хоть и так жила. Скажется, Савелка, мамка, давай. Пожалуйста, давай. Ладно, мамка, давай. Так что всем здоровьем. Еще раз поздравляю с таким праздником. Здоровья, здоровья, всех благ, счастья, молодым, любви. Чтобы вас до старости любили. Даже любой возраст, чтобы было. Любовь, понимание. Мама ищет оправдание себе, что замысел и дышит. Будет вставлять зубы, ногу делать. И едем в Америку или во Францию. Конечно, я шучу. А не своих детей уеду. Все, я шучу. Все. Мне, чтобы ты с Чавеля принес. Завел. Чтобы ты ешь пината. Мне зелень надо поезти постоянно, чтобы масторима не удалось. Мама, иди давай скорей. Я буду посыпать льном и кунжутом. Кунжут это для прикрепления костей. Да. Это же в этом написано. Обязательно. Кунжутом. Ну, нормально. Там все же в кадре видно. А в магазине надо, чтобы... Мне надо грибы, чтобы ты еще взял. Грибочки. Потом арахи. Не арахи. Это вот. Грецкий орех. Остальные все у меня есть. Бо мне в 10 часов надо было мне съесть 30 грамм грецкого ореха и 180 грамм клубники. Что? 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 Я не могу с ним. Что ты смеешься с ним? 30 грамм осталось. Ну да, там же мы не расписаны. Ты же сказал по расписанию все. Правильно? Да. Так, сейчас. Правильно. Сейчас. Буду на кашу. И вот она говорит. Давай, брехать. Сейчас. А ну сядь в кресло и поднимись, как ты смотришься. Что? Стой на некрасивую голову. А что, платок есть какой-то? Есть, есть, есть. Сейчас замеру. Артистка. Хорошо. Сказали мне тот раз, что Елена Сипаненко мне в подметки не годится. Тетяна Васина, езжайте в Москву. Я сыграю хорошо. Ты будешь довольный. Зря ты меня не берешь с часом. Зря. Зря я найду в чат. Я сыграю хорошо. Кажи, ты будешь довольный. Ой. Я сегодня подоконники повитирала. Вот. Цветочки, думаю, еще не надо поливать. Хорошо, что это было. Сейчас. Вот так. Я здесь у меня на вилочке. Так. Так. Это ты меня не берешь. Что? 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 Ага. А ну, какой милешапик? Есть вот такой, самолик. Это чего? Не надо. Вот такой. Вот такой. Начинают выкручивать. В банке он делает, да, красиво. Ну что, сидите. Тихий город. О, дядя красивый. Видать, да? Видать. Бачу много стихов. Это с Израиля самая. Мама, иди сюда. Три шарфа, юмку я носил. О, красиво. Вот, скажет Татьяна. Бачу, ты красиво завязываешь. Иди сюда, сюда. Я так и не могу. А что там? В городе жив. Света то может. Всяк выкручивать эти шарфи. Тоже поздравляла меня. Ира поздравляла, привет тебе передавала. Ирочка поздравила. Палку убирай оттуда. Ага. Моя как звать? Татьяна Васильевна. Татьяна Васильевна. Не, ну ты Татьяна Васильевна. Татьяна Васильевна. Да. Ну, мы ж не будем с того, что мы рассказываем. Цей стол сильно. Ну что, начинаем. Ты поняла, что сказать, да? Поздоровуйте. Уже включил? А ну включено, да. Я не знаю, как начать. Сказать, что я поздороваюсь. Скажу, что... И я тоже поздороваюсь. Скажи, что мама хочет что-то вам сообщить. Да, я скажу. Я не что-то, а скажу, что за тетю вами. Что скажу, мама хочет рассказать. Если я буду останавливаться смеяться. Ну дай, вот так сиди. Подожди, подожди. Я подушку поставлю. Я дуже низко сидю. Там неудобно мне. О, так. Понял? Тут у меня телефоны. Сидай. О, так лучше. Хорошо тут? Нормально? Хорошо, да. Цепочка. А я больше ничего не надела. Ни браслета. Ну так вот сиди, да. И дальше не сунься туда. Наоборот ближе сюда. Вот так пойдет. Замер, вот так. Ого, ого. Что-то там, что-то впало. Палка впала. О, вот так вот и сиди. Телевизор можно выключить, если хочешь. Чтобы не мешал. Все, начинай. Я звук выключу. Все, все. В общем, всем привет, дорогие зрители. Здравствуйте, тоже всем, всем, всем. Давно я не понимаю. Давно не было. Давно не было. На две банды. Гляну меня, шкуха. Так, давай. Надо серьезно и с печальными лицами. Хорошо? Ты должна быть серьезной сейчас. Да, да. Ты не веселись, приедешь я. Ты будешь рассказывать страшную тайну. Ну да. Не, я смею сразу по здоровью. Клавный совет. Клавный совет. Ну давай. Давай, Самич. Клавный совет. Подожди. Не могу начать. Я серьезно. Чего ты лыбишь? Почему ты глянешься? Ой, господи, простите. Целый праздник. Целый праздник. Целый праздник, да. Большой. Всех с праздником, надо сказать. Всех с большим праздником. Всех-всех-всех поздравляем. Здоровичка, здоровичка. Еще раз вам здоровья. Троица сегодня. В общем, всем привет, дорогие зрители. Мама хочет рассказать ту тайну, которую... Нет, давай не так. Давай по здоровью. И ты, я скажу здравствуйте, и ты скажешь здравствуйте. Так серьезно. И все, да? Да, я дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну ты сам так смеешься. Я не могу с тобой. Ты была в меня. Я выгляжу нормально. Я бы не подивилась. Красиво выглядит. Да, красиво. Ты маешь себе вид такой. А ты ж не смейся. Так я не могу с тобой не смеять. Ты мне не рассказываешь моментально. Ну давай будь серьезно. Мне ж есть надо будет. Грамот. У часа. Маешь по программе, я теперь пытаюсь. По бумажкам. Ну давай. В общем всем привет, мои хорошие, мои любимые. Сегодня такое видео не совсем может быть оно позитивное в плане рассказа. Потому что рассказ будет серьезным и откровенным. Мама хочет рассказать ту тайну, запекевалю, которую вот все спрашивали зрители. Я конечно против, мама, чтобы ты рассказывала. Потому что ты знаешь, что потом начнут писать. Остались как лапы. Знаете, как курьи ножки. А то избушка стоит на курьих ножках. Так и это остались одни лапки вот эти. И до свидания. И нету. Нету, 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 нету. Это ужас один. Подожди, подожди. Сейчас продолжу.